Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем разговор с Наташей Ким. Здравствуйте всем! Доброе утро, Наталья! Как настроение? Настроение отлично! Расскажи, прошло какое-то время, расскажи об успехах Дамира, пребывании вот здесь. Что нового, что появилось? Ну, Дамир у нас стал в эти дни более живой, энергичный, такой вот сконцентрированный. И такой вот даже взрослый, что ли, вот буквально за вот эти вот считанные дни, он такой вот весь, ну, как бы его, ну, какой-то вот другой, честно сказать, вот другой. Вот он стал кушать еще больше, вот прям буквально вчера другие блюда. Вот, вот что он еще такого делает. Самостоятельно продолжает так же ходить, не выбегая, не штормясь, то есть, ну, вот так я ему доверяю, и он не убегает от нас. Вот, ну, то есть, все хорошо у нас на прогулках, я спокойна, и как-то так приятно, еще более приятнее гулять. Вот, стал с младшеньким, так его больше с ним, уделяет ему внимание, целует, и как-то они даже совместно пытаются играть. Раньше этого не было? Нет, не было. Не было раньше, он ревновал только и капризничал, как только увидят его, даже стерил порой. Ну, хорошо, замечательно. И вот вернемся в нашем разговоре, вернемся на вот в тот период, когда вы были между первым и вторым вашим визитом в Израиль. Я понимаю, что, ну, скажем, хочется усилить, хочется улучшить результаты, хочется попробовать что-то еще. И вот довольно часто возникает ситуация, когда, и это даже вот по обращениям мамы, пытаются, ну, как-то так что-то придумать самостоятельно. И вот я знаю, что у тебя был такой опыт. Вот расскажи нам, пожалуйста, что же вот ты попробовала, скажем так, не очень проконсультировавшись немножечко, и, да, и к чему это, собственно говоря, и привело. Вот чисто что подвигло на использование или на попытку придумать что-то еще? Ну, это просто я, как я потом сделала вывод, это называется дурная голова мамы, недоверие себе, наверное. Почему? Потому что вот общалась с одной мамочкой, которая очень меня убеждала применить протокол немечика. Вот, и на примере своего сына, вот, мол, якобы будут улучшения, ну, как бы очень убедительно мне рассказала о том, что все будет хорошо. И, в принципе, ну, аргументируя это тем, что это всего лишь, как бы, растительные, пищевые, не химические, ничего страшного якобы не будет. Вот, ну, я, как говорится, недоверие себе, я не знаю, что меня сподвинуло, наверное, испытание какое-то, или я не буду сейчас отговариваться. Ну, почему-то я, да, хорошо. И как-то вот, ну, не специально, вот, ну, я честно совершить, боже, безответственно, или бог его знает как. Вот почему-то я в этот раз не посоветовалась ни с Давидом, ни с Юсефой. Обычно я каждый шаг там прописываю и Юсефе пишу, а это вот почему-то нет. Вот, и, как бы, мы пили все это дело, наверное, месяца два. И у нас пошел, вот, честно скажу, сильный вот откат. Я очень потом сожалела об этом. Вот, что хочу сказать, ну, родителям, которые пытаются там что-то по-тихому попробовать самому, и что-то там поэкспериментировать, быстрый результат, который ищут, этого делать не нужно. Вот, и был такой сильный откат, и поэтому, и поэтому, вот, как бы, ну, вот, так вот получилось. Но о приезде второй раз мы планировали до этого Немича, как говорится. Вот, это, то есть не сподвигло нас на то, чтобы откат, и снова, как бы, типа того, чтобы догнать. Нет. Наша вторая поездка была запланирована в прошлом году. Это было летом. Вот, практически тоже год назад мы уже запланировали о том, что мы приедем сюда в теплое время года. Потому что для нас это более комфортно, как... Ну, да. Вот. В Израиле лету тепло. Ну, и благодаря дистанционным, опять же, таки, звонкам, лечению, мы вот более или менее восстановились. Нас ребенок перестал снова вот эти вот все ужасные моменты, которые к нам возвращались. Спасибо Давиду нашему, как говорится, как всегда, он нас преобликтировал, лечил все это. Вот, опять, небольшое уточнение, вероятно, нужно будет сделать отдельную запись по поводу инулина, к чему приводит это перестимуляция? Да, меня родители, да, довольно часто спрашивают. Ну, вот, некоторые спрашивают все-таки до того, как применяют, да, как ставят эксперименты. Я много раз говорил о том, что не бывает безвредных, даже не препаратов, не бывает безвредных веществ. Каждое вещество имеет свои положительные и отрицательные моменты, побочные эффекты, будь это растительное происхождение, травы, будь это гомеопатические препараты, будь это какой-то витаминный комплекс и так далее. Все должно быть очень строго по показаниям. И вот очень часто, вот буквально вчера даже, да, мама одна спрашивает, вот, как давать ребенку лицетин? Я спрашиваю, а зачем вы даете ему лицетин? Молчание, то есть непонятно, вот, как бы нет показаний. То же самое и здесь. Вот то, что кому-то помогло, оно не является показанием. Вот, это может быть... Это большой вопрос. Да, вот я только хотел сказать с языка с ним. Это может быть случайность, это может быть совпадение, это может быть реакция на что-то, что действительно помогало, а это наоборот, как бы потянуло... Это за счет того, что помогло. Многие говорят о том, что помогло, не потому что действительно помогло, а потому что говорить о том, что не помогло, вот мы делали, делали. Вот это да, вот Давид сегодня меня опережает. Да, я только хотел сказать, что вот Наташа, в этом плане у нее хватило, ну, скажем так, прямо мужества, да, признать, что вот, ну, бывают в жизни ошибки, бывают в жизни неудачи. Вот это из той серии, вот есть, как бы, да, мужество, еще раз скажу, признать, что это так, и вот, ребята, я вот так сделала, давайте помогать исправить. Вот, но довольно часто это скрывается, это еще хуже, потому что вот Наташа сейчас скажет вот вопрос, все-таки, когда ты поняла, что пошел отказ, что это причина, вот первая мысль возникла сразу, какая, как вернуть, как помочь, как нивелировать вот эти отрицательные последствия. Позвонить Давиду и во всем признаться. Вот, 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 то есть ситуация... Возможно, я вас перебью, я считаю, что, ну, насчет себя, я теперь понимаю, наверное, почему родители многие применяют какие-то дополнительные средства. Это вот не желание трудиться, наверное, а желание быстрого результата. И вот начинают выдумывать, какие-то стимуляторы принимать, якобы они безопасные. Вот, наверное, это случилось немножко со мной, когда я немного подрасслабилась, как говорится. Ребенок спокоен, но еще, как говорится, пока не совсем так, как хотелось бы, нужно вернее. И, наверное, вот меня что-то, меня в бок толкнуло. Ну, это как бы так, не оправдание, но факт. Да, и не-не-не, это мы сейчас не занимаемся там обвинениями и так далее. Мы пытаемся понять причины и, ну, скажем, где-то цель предупредить, может быть, помочь другим, тем, кто нас слушает, не совершать ошибки. Хотя человечество не учится на чужих ошибках по определению, но все-таки где-то как-то жизненный опыт. Вот он уже определился, вот. И вот здесь интересная мысль прозвучала у Наташи, я на ней позволю себе остановиться. Это о том, что вот, как бы, быстрые результаты, о том, что вот не очень хочется трудиться. Здесь нужно понимать следующее. Вот сейчас я выскажу мысль и посмотрим, как Наташа согласится, не согласится, как мама ребенка. Дело в том, что особенные дети, когда они рождаются, они начинают, то есть, заведомо отставать в том, как они развиваются. И когда ребенок восстанавливается, он выходит на определенный уровень. И дальше он догоняет то, что упущено. И, ну, невозможно, скажем, да, вот если ребенок рождается, он шесть месяцев в школу не пойдет, как бы родители ни старались, да. Поэтому, если ребенок догоняет, скажем, своих сверстников, это все равно временной этап. И вот мы когда с Наташей говорим, и в прошлый раз, и сегодня, мы говорим о постепенных результатах. И вот вы обратите внимание, практически все мамы, которые, с которыми мы беседуем, они замечают какие-то детали, какие-то элементы. Сегодня стал спокойнее, завтра, скажем, появились какие-то, какая-то тяга, скажем, к брату, появилось какое-то желание играть, появились какие-то новшества в рационе и так далее. То есть каждый день что-то новое, и каждый день это шажок к тому, чтобы восстановить, ну, скажем, тут сначала восстановить, а потом и превысить. Так вот вопрос, Наташ, насколько вы работаете сами, ну, вот, в период, когда нет сеансов, в период, когда вы, скажем, у себя дома, в период, когда, вот, занимаетесь один на один, ставите семьей с Дамиром, вот, что вы делаете, как происходит ваше общение? Ну, в нашей семье, по крайней мере, я вот тружусь, в чем моя, как говорится, подсказывает мне интуиция, и вообще я чувствую, что в чем я должна помочь. Ну, честно сказать, это вот нормальное общение с ребенком, вот, какое-то такое вот... А что значит нормальное общение? Вот, у тебя двое детей, да, ну, один помладше, вот, с ним более-менее все хорошо, да, и вот Дамир постарше. Вы что, какое нормальное общение? Это такое вот, уточним давай. Ну, в моем понимании нормальное общение, ну, это как вот игры, вот, как, ну, с равным себе человеком, что ли, вот, основанным на уважении и, безусловной любви. Вот, как-то так, вот, для меня это нормальное. Ну, естественно, в диалоге, ну, в общении. Вот, ну, конечно же... Понятие о том, что Дамир какой-то не такой, оно не присутствует. Нет, это, кстати, вот после первой поездки у меня произошло, до приезда сюда первый раз, у меня была такая вот мысль о ребенке, что он, ну, как бы, умственная отсталость, и вообще он... Ну, что он, скажем, не такой, как все, да, аккуратненько. Он именно так сильнее прыгал. Ну, это да, 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 вот. А сейчас, на данный момент, я считаю, что он нормальный ребенок, который просто отстает в развитии, и ему всему нужно научить социализацией и академическим знаниям. Вот, и он поддается. Правда, вот я очень тружусь над собой, чтобы у меня было терпение, как у мамы с педагога, потому что я этим никогда не занималась. И, конечно, бывают такие моменты, я признаюсь, когда терпения не хватает, и мы, конечно, больше занимаемся специальными педагогами. А вот, Наташа, извини, я сейчас перебью, сейчас мы вернемся. Вот очень интересно, чисто так, как совет может быть, а когда не хватает терпения, что ты делаешь? То есть ты понимаешь, что это неправильно, а что ты делаешь? Вот как, вот в эти моменты, что, как ты выходишь из этого ситуации? Ну, наверное, да, как ты стараешься не показать до миру, что вот все, терпения не хватает. Вот поделись, очень интересный момент. Ну, был такой момент, что он делает неправильно, но все равно я как-то стараюсь себе это. Но, тем не менее, я говорю, вот видишь, ты же можешь, когда хочешь. Ну, якобы он сделал правильно. Немножечко похвалить, и он, я заметила, такая реакция, очень счастлив. Хотя он сделал совершенно все по-другому, мы писали буквы, там, пытались с ним раскрашивать. Он это сделал так, как-нибудь. Вот, ну, я его похвалила, слава богу, у меня хватило разума, мудрости. Вот, ну, вообще, по-честному, по большому счету, я звоню Давиду и говорю, Давид, у меня очень мало почему-то терпения в этом. И как-то вот оно само происходит по-другому. И вот здесь вот еще момент, когда мы остановимся, я хотел, вот, как бы, да, внимание привлечь вот к чему. Что Наташа сказала, что она чувствует, что вот сорвется, и она, ну, скажем так, где-то просит помощи. Потому что вот здесь очень важно, что это сделать до того. Потому что я знаю, что очень часто бывает ситуация, когда люди срываются, там, впадают в истерику, вот, все выливается на ребенка, а потом звонят Давиду или звонят мне и говорят, что вот, у меня истерика, я сорвалась, вот, давайте исправлять. Поэтому очень важно все-таки постараться подчувствовать. Не обязательно кому-то звонить или еще что-то. Человек сам должен быть сам. Вот, 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 я как раз, да. Давид меня сегодня катастрофически опережает, во всем снимаясь языка, да. Так вот, я как раз об этом и говорю, что нужно, вот, я же не зря спросил, как Наташа из этого выходит. То есть, как бы, ощущение, что вот, вот оно будет и этого не допустить. Потому что впоследствии, если, скажем, да, сорваться на ребенка, то мы получим откат снова, да, такой результат, что вот здесь, да, здесь. Мама должна быть здоровая и родителям просто необходимо в полном, это мое личное мнение, в полном составе, как единая система, да, вот, приезжать сюда и лечиться совместно. Как маме, так и папе, и братьям, и сестрам, вот, как-то так. Даже если не приезжать, вообще. Ну, да, помогать ребенку. Не обязательно даже звонить и... Ну, да, да, да. Просто вообще имеется в виду. То есть, здесь самое главное понимание в семье, что это единое целое, и что, скажем, вот, необычный больной ребенок, он неотъемлемая часть семьи, причем абсолютно на равных правах. На равных правах, да. Вот это вот звучит. Ну, да, на этом мы сегодня закончим. Наташа у нас сегодня такая нарядная, красивая, вот, веселая, как вы заметили, это не... Потому что она готовилась, она не знала, что будет записывать. Вот, как-то уже лечение так просует, что, действительно, ну, состояние матери, оно совершенно другое, нежели раньше когда-либо было. Вот, опять же, повторюсь. Что-то стало хотеться. Действительно. И очень даже многого хорошего и созидательного. Ну, вот, и пожелаем Наташе, пожелаем ее семье, чтобы все, все сложилось хорошо, чтобы это была счастливая, веселая, здоровая, довольная семья. Ну, и, собственно говоря, мы это вам всем желаем. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч у нас здесь. До новых встреч.